Сегодня прошел гала-концерт Международного Шаляпинского фестиваля. Его зрители увидели 10 спектаклей, а под занавес музыкального форума организаторы припасли для публики самый роскошный подарок. Маргарита Петрова расскажет подробнее. Как Сорока из этой оперы «Рассини», так и составители гала-концерта собрали для зрителей самое блестящее. Во-первых, программа. Большинство арии услышать в Казани можно очень редко. На сцене оживали то принцесса Добуйон, то чешская русалка. Кстати, уроженка Санкт-Петербурга Гелена Гаскарова имеет татарские корни. Я очень хотела приехать сюда, посмотреть, хоть какую-нибудь кровиночку свою увидеть. Может быть, кто-то скажет «Привет, я тоже Гаскаров». Все участники фестивального гала – это солисты Академии молодых певцов в Примаринском театре. За 15 лет своей работы она выпустила несколько поколений самородков. Музыкальность, артистизм и, конечно же, музыкальная подготовка. Надо уметь петь ритмично, хорошую память иметь. Выглядеть сейчас нужно очень хорошо. И особенно девочкам молодым мы на это обращаем большое внимание. И, конечно же, что-то особенное, какая-то изюминка должна быть. То, что я называю харизмой. И неважно, где появился на свет – в столице или далеко на севере, как Виктор Коротич, уроженец Нижневартовска. В прошлые годы организаторы старались созвать на фестиваль лишь суперзвезд. А в этом впервые половина приглашенных солистов – молодежь. Впервые гала-концерты не станут финальным аккордом. Музыкальный форум завершит еще одна премьера. Маэстро Валерий Гергеев везет в Казань, пожалуй, самую шаляпинскую из всех опер. Единственную написанную специально для него – это «Дон Кихот» Джулия Масне в образе Идальга. Артист жил 20 лет. Маргарита Петрова, Андрей Кальсинский, ТНВ, Казань.